Добрый день! Добро пожаловать в Берлин в компанию Мелак. Сегодня мы проводим очередной вебинар и тема этого вебинара принадлежности для нашей моющей дезавиационной машины Мелотерм. В прошлый раз мы говорили об этой машине в целом, обсуждали ее преимущества, немножко касались аксессуаров. Сегодня мы более подробно остановимся на аксессуарах конкретно для области стоматологии. Вы помните, что наша машина это термодезинфектор, то есть обработка инструментов осуществляется посредством горячей воды, точнее дезинфекции осуществляется посредством горячей воды около 90 градусов, а предварительная мойка, нейтрализация и ополасывание проводятся с использованием специальных химических реагентов. Эти реагенты расположены в специальном модуле от рабочей камеры. Этот модуль выдвижной, там очень компактно установлены три канистры для этих реагентов, стоят дозирующие насосы и модуль активной сушки. Все это очень удобно на практике и экономит место в стерилизационной комнате. Даже самая небольшая стоматологическая практика с ограниченным помещением для обработки инструментов легко найдет место для нашей машины. Напомню, что наша машина может устанавливаться как и под общую столешницу с другой мебелью, так и отдельно. Тогда используется дополнительная крышка из нержавеющей стали. Наша машина отличается очень высокой скоростью прохождения цикла. Универсальная программа занимает меньше часа. И широкий выбор для аксессуаров и принадлежностей для разных областей медицины позволяет подобрать оптимальную конфигурацию для каждой конкретной клиники, исходя из ее потребностей. Как я уже говорил, Милак предлагает различные виды и конфигурации корзин, подставок, стоек, адаптеров для подключения в том числе пустотелых инструментов и других аксессуаров. Начинается с базовой корзины, которая идет в комплекте с каждой моющей машиной. Базовая корзина устроена таким образом. Она условно разделена на 6 сегментов одинакового размера. И все наши корзины и подставки разработаны с учетом всех размеров. То есть каждая корзина или подставка занимает определенный сектор. Таким образом максимально эффективно используется вся поверхность базовой корзины. Вся эта система называется системой типа Flex. Она включает в себя также второй уровень корзин. Моющая машина, например, оборудована двумя рукавами, подающими воду, раствор помоющий и другие реагенты, как сверху, так и снизу. Таким образом, даже такой двухуровневый вариант размещения инструментов гарантирует полную обработку инструментов со всех сторон. Кроме того, для обработки полых инструментов изнутри используется инжекторная речь, через которую также подаются растворы, вода и по окончанию процесса обработки горячий воздух для сушки этих инструментов. Вы можете ознакомиться со всеми этими преднадлежностями в каталоге по продукции Милак для Милатерм на нашем сайте в разделе Конфигуратор, где вы можете удобно онлайн составить под себя конкретную комплектацию. А также можете обратиться к нашим специалистам, например, в компаниях, которые занимаются дистрибьюцией нашей продукции в вашем регионе. В стоматологии обработка пустотелых инструментов занимает очень важное место. Например, стоматологические наконечники в обязательном порядке нужно обрабатывать не только снаружи, но и внутри. Как я уже говорил, базовая кордизна оборудована инжекторной рейкой, через которую подается реагент и горячий воздух. И на эту инжекторную рейку насаживаются специальные адаптеры, которые позволяют подключить большое разнообразие пустотелых инструментов. Есть их большое количество, мы некоторые из них дальше будем разбирать, а пока вам нужно запомнить основной принцип – инжекторная рейка, на которую насаживаются адаптеры. Максимальное количество инструментов, которые таким образом можно обрабатывать, это до 33. При этом важно помнить, что те отверстия инжекторной рейки, которые в данный момент не используются, должны быть заглушены специальными вставками для того, чтобы не терялся напор воды в тех отверстиях, которые в данный момент используются. Я уже говорил, что у нас разработаны специальные, или стандартные, или рекомендуемые наборы для разных областей медицины, в том числе для лор, для гинекологии, для хирургии и, конечно, стоматологии, поскольку в первую очередь наша машина используется в стоматологических практиках. При определении конфигурации машины необходимо помнить о трех основных правилах. В первую очередь вы должны убедиться в том, что производитель данного инструмента разрешает или рекомендует их обеззараживать в термодезинфекторе. Есть определенного вида инструменты, в которых используются какие-то полосмассы специальные, термолобильные или какие-то резиновые вставки изделия. И, возможно, они должны обрабатываться другим способом. Кроме того, вы должны посмотреть, есть ли для ваших инструментов уже готовые рекомендуемые корзины или подставки. Например, для медицинских зеркал или для инструментов раздвижных, таких как щипцы и ножницы, у нас есть специальные подставки, которые мы рекомендуем в первую очередь. И пустотелые инструменты, как я уже говорил, обязательно нужно подключать к линии подачи инжекторной рейки. Вот несколько примеров комплектации машины для стоматологической практики через стоматологическую хирургию и ортодонтию. Вы видите, есть определенная разница в подборе принадлежностей. В частности, в стоматологии сейчас очень популярны использования специальных кассет. В эти кассеты вы можете вложить инструменты как отдельные инструменты, так и целые наборы, которые в дальнейшем идут в том же самом виде в стерилизацию автоклавы. И дальше на хранение и использование. И это очень удобно, экономит время, место и высвобождает персонал для проведения каких-то других мероприятий в это время. Если вы ищете принадлежности в каталоге, то вы увидите, что напротив корзины есть условное обозначение, какое место или сколько места она занимает на базовой корзине. И вы никогда не ошибетесь, комплектуя набор с целью наиболее эффективного использования всей ее поверхности и использования второго ряда, предложения инструментов или наборов инструментов. Здесь вы видите один из вариантов стоматологического набора. Их может быть несколько. Конечно, они могут отличаться, но как базу вы можете использовать то, что изображено здесь. Я не хочу сейчас читать все эти каталожные номера. Вы их видите или вы можете в таком виде получить предложение от вашего локального ристрибьютора. Я уже говорил, что для оптимального использования кассет вы можете одновременно закладывать наборы инструментов в эти кассеты, которые в дальнейшем после дезинфекции вкладываются в специальные стерилизационные коробки и идут в автоклавы. Камера «Элотерм» оптимальна с точки зрения ее заполнения по количеству, которое в дальнейшем может автоклавироваться. То есть когда вы набираете камеру, заполняете инструментами, кассетами, вы уверены в том, что в дальнейшем они как раз оптимально загрузят автоклав для последующей работы. Напоминаю, что инструменты раздвижные, такие щепетые и ножницы обязательно должны обрабатываться в раздвинутом виде. Еще хочу обратить ваше внимание на то, что вы видите, здесь есть инструменты, которые имеют покрытия специальные цветные. Для обработки этих инструментов рекомендуется использовать специальные моющие средства, специальные нейтрализаторы, которые менее агрессивны, чем те, которые используются для обработки стальных инструментов. Ортодонтия. Здесь также масса раздвижных инструментов. Кроме того, есть оттискные ложки. И для этих видов инструментов у нас есть специальные подставки, в которых они удобно располагаются в раздвижном виде. Пустотелые стоматологические инструменты. Это целый ряд инструментов, которые требуют обязательной обработки изнутри. Это и наконечники, и конюли, и тому подобное. Для того, чтобы не повредить, например, наконечники изнутри, в обязательном порядке при насаживании их на инжекторную рейку, должны использоваться специальные фильтры. У нас их есть два вида. Это керамический фильтр, который рассчитан на 20 циклов обработки, после чего его следует заменить. И металлический фильтр, который после 20 циклов обрабатывается в утрозвуковой ванне и может использоваться дальше. Я уже говорил, что наша моечная машина Мелотерм 9, наш термодезинфектор, позволяет сразу от пациента загружать инструменты в камеру и обрабатывать. Единственное исключение – это слепочные массы, гипс и тому подобные материалы, которые налипают на инструменты. Их предварительно перед Мелотермом необходимо очищать, и лучший вариант для этого – ультразвуковая ванна. Каким образом подключаются наконечники и турбины? Для этого у нас есть отдельные насадки для разных типов разъемов для большинства известных производителей наконечников. Я не буду сейчас все это читать, это все можно найти в каталоге или проконсультироваться с нашими специалистами. Достаточно только помнить, что если у вас наконечники КАВЭ, СЕРОНА или W&H, вы всегда можете быть уверены, что вам удастся и обрабатывать в том числе изнутри, в нашей моечной машине Мелотерм. Для этого у нас есть специальные наконечники. За один цикл можно обработать 11 наконечников, это если не использовать специальные раздвоители-растроители. Но лучше этого не делать, поскольку при этом теряется напор воды и эффективность обработки несколько падает. Для того, чтобы подключать наконечники с внешними каналами и другие инструменты, есть специальные переходники, в том числе с мягкими трубками, которые могут любые конфигурации создавать. Специальные адаптеры для обработки наконечников для ультразвукового удаления зубного камня. Вы видите, они определенной формы специальной, также они насаживаются на инжекторную рейку и аккуратно фиксируются либо рукой, либо динамометрическим ключом. Есть варианты увеличения количества инструментов, обрабатываемых за один раз. Это специальные такие корзинки с дополнительными инжекторами. Таким образом увеличивается количество инструментов, которые вы должны обработать изнутри, но в то же самое время теряется площадь для другого орода, корзин и подставок. Все зависит от того, что вы хотите обработать, в каком количестве, что требуется для вашей клиники, какие инструменты вы используете, как часто они вам нужны. Я еще хочу добавить по этому поводу, что использование медлотерм позволяет снизить количество инструментов, необходимых в клинике, поскольку обработка занимает менее часа, плюс стерилизация, оборот инструментов существенно возрастает, и поэтому для того, чтобы обеспечить полноценный прием, вам нужно меньше инструментов. Инструменты сейчас достаточно дорогие, вы можете на этом в том числе сэкономить. Один мелатер может обеспечить работу клиники 100-150 пациентов в день. Еще раз, на наконечниках для инструментов, адаптеров для наконечников, инструментов разных производителей, есть специальные таблицы, вы легко можете найти эти адаптеры там, их каталожные номера для заказа. Запоминать эту информацию нет никакой необходимости, это всегда можно найти в нашем каталоге и на сайте. Увеличивая количество корзин типа Флекс-1, вы увеличиваете количество обработанных инструментов. Здесь вы видите вариант Д-18, но я повторюсь, что нужно помнить о том, что при этом может падать давление воды на входе, что снижает эффективность обработки. Я бы не рекомендовал увлекаться этим процессом. Каким образом подключаются конюли? Это зависит от их диаметра. Универсальные конюли размером 11-16 мм можно просто обрабатывать в корзине для инструментов, естественно, расположенных вертикально. Те конюли, которые имеют маленький диаметр, подключаются через адаптеры непосредственно к инжекторной рейке. Пустотелые инструменты с нестандартными размерами могут подключаться посредством такого специального переходника, в который вставляются дополнительные резиновые втулки. Они имеют разный диаметр 16 мм, 20 мм и 22 мм. Таким образом, большую часть инструментов нестандартного диаметра вы можете обрабатывать в нашей машине посредством инжекторной рейки и вот этих вот адаптеров и втулок. Пустотелые инструменты с диаметром от 2 до 11 мм, то есть совсем маленькие, можно обрабатывать при помощи специальной втулки 80-260. Она фиксирует этот инструмент и он успешно промывается, обрабатывается изнутри. Для такого рода инструментов, магнитостракционных ультразвуковых устройств, удаления зубного камня, тоже есть специальный набор принадлежностей, втулок и удлинителей. Станатологические полировальные устройства, и для них тоже есть свои приспособления. Рукояка, переходник, в том числе для сероны. Тут же вы видите, как обрабатывается емкость для порошка в корзине типа Flex, имеющая больший диаметр. И промывочная втулка для конюли. Это один из вариантов обработки этого рода инструментов в нашей моечной машине. Больше информации вы можете найти на сайте Милак, на нашем канале YouTube. Там есть несколько вариантов информации. Это и вебинары, такие, как этот наш сегодняшний, это специальные учебные фильмы. И это фильмы из клиник, где показывается в конкретных условиях, как используются наши аппараты, машины и стерилизаторы в различного рода практиках. И, кроме того, вы можете зайти на наш сайт в раздел «Конфигуратор», где удобно онлайн сконфигурировать любую необходимую для вас комплектацию вашей машины Милотерм для вашей конкретной клиники. Кроме того, конечно, обратившись к местным дистрибьюторам, вы всегда получите исчерпывающую информацию по комплектации, по рекомендациям по использованию машины и любым другим вопросам. Продолжение следует...